Пышные юбки, высокие прически, галантные кавалеры и звуки вальса. Всё как на настоящем балу. Атмосфера рождественского праздника погружает в XIX век во времена жизни Ивана Гончарова. Наш знаменитый земляк только вернулся из кругосветного путешествия и пригласил гостей, чтобы рассказать об увиденном. В роли писателя ученик Мариинской гимназии. Гости вечера, его одноклассники и ребята из классов помладше, которые тоже примерили роли знати того времени. У нас сегодня бал, посвященный Гончарову, я выступаю в его роли. Посвящен 170-летию юбилей того, как он написал книгу «Фрегат Палада». Рождественский бал – добрая традиция Мариинской гимназии. С 2015 года под звуки вальса школьники кружат в большом зале дома Гончарова. Спустя несколько лет пандемии традиция возобновилась. От музея поступила просьба, чтобы мы не просто, как обычно, приглашаем писателей на наш бал, в дом Ивана Александровича Гончарова, героев, произведений, писателей. А сегодня Иван Александрович рассказывает о своем путешествии. Мы частично реконструируем вот то время. У нас сегодня на балу будет губернатор того времени Николай Петрович Бибиков. У нас будет присутствовать брат Ивана Александровича Гончарова. У нас будет симбирское дворянство. Ну и параллельно мы рассказываем о фрегате палате. Гончаров рассказывает, он читает свои путевые заметки. Гости вечера смогли побывать на базаре в Сингапуре, на Мадеере, в Англии, Японии, Корее, Китае и Африке. Ну и какой же бал без танцев. Школьники исполнили полонез, польку, вальс и кадриль. А также поиграли в игры 19 века и рассказали сплетни того времени. Подготовка для ребят оказалась не из легких. Современные молодежи такие балы кажутся необычным занятием. Ощущения довольно всякие смешанные, интересные, потому что как бы и волнительно, но в то же время интересно, захватывающе, потому что переносишься в 19 век и это как-то необычно. Всего на рождественском литературном балу было около 70 школьников. Все в традиционных костюмах и с прическами того времени. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.